для всем привет либо доброе утро либо хорошего дня кого какое время суток сегодня хочу вам показать еще один наш парк мы находим мы начинаем от днепровской облдерж администрации и здесь есть прекрасный маленький небольшой парк сейчас мы пройдем с одной стороны его ограничивает скажем мы жулик украинский на с одной стороны проходит проспект пушкина с одной стороны за мной это если ехать вниз вниз к днепру с кирова сразу же за этим мини-парком будет парк с вами прошлый раз видели парк очень много здесь всяких разных мемориалов поскольку днепропетровск всегда был последнее советском время больше был и закрыт город и потому что он был космическим городом мы знаем что южмаш южный машиностроительный завод выпускал и сейчас еще чуть-чуть как-то там выпускает ракетные сейчас двигатели а то выпускал ракеты здесь и этому вот и посвящен мемориал там еще осталось мощные остатки мощного конструкторского бюро во время остатки южный машиностроительный завод южмаш это был это если так сказать было было государство в государстве сейчас сожалению осталось только территория но правда ездят троллейбусы и я смотрела что выготовлено на южмаши либо там только собирают либо там ну есть некоторые станки еще там остались поэтому я думаю что как-то потихонечку он выживаю с другой стороны у нас аллея славы называется небесная судьба вместе с тем пока мы с вами друзья идем я вам расскажу расскажу некоторые истории из нашей страховой жизни поскольку посмотрела только что на автомобили на трассу поэтому решила некоторые рассказать наши истории из нашей страховой жизни то есть не наши истории истории людей которых мы поддерживали наших страховиков бытует мнение что а зачем мне платить я все равно страхую не свой не свой автомобиль на тот автомобиль который впереди но это так но если ты ударил дорогой автомобиль мы всегда говорим это ты страхуешь автомобиль который мерседес который впереди а эти автомобили очень дорогие не хватило тебе лимита и будь добр тогда плати это был такой случай да когда человек прибежал и говорит мне не хватает 70 тысяч не хватило того лимита который заложен случайно жизнь это жизнь ну много есть разных курьезных случаев мы всегда своих конечно клиентов поддерживаем и стараемся чтобы они все-таки застраховали не только ответственность свою но еще и свой автомобиль это мини каско в следующий раз я вам еще расскажу и как мини каско спас нашего или помог помог скорее всего нашему клиенту так а сейчас мы проходим вот такая вот площадь площадь тоже организованно и с другой стороны покажу погода сегодня друзья прелестная сегодня такое замечательное солнышко хочется гулять и гулять здесь я конечно пройду молча все что касается жизни все что касается с уничтожением жизни все что касается с оружием и с войной это очень печально очень печально еще когда я была ребенком и в советское время нас приводили всегда 9 мая включалась музыка я всегда плакала потому что это очень печально друзья особенно особенно когда ты смотришь на такое мне очень жаль что люди ну что сделаешь человеческий фактор люди никогда не задумываются убивают друг друга мы смотрим 15-17 век какие они были жестокие сейчас жестокости стало меньше но все равно я считаю кто взял оружие в руки тут животное убивать нельзя ну идем дальше погода очень жаль кто-то потерял сына кто-то мужа а могли бы жить и жить молодые ребята друзья идем дальше погода прелестная смотрим на эту погоду радуемся здесь в теплое время года фонтан много коммунальных работников там что-то откачивают там чай пьют сейчас покажу вам ну потому что работали чаепитие у них вот это тут какая прекрасная размеренная жизнь это куда-то кормит голубей Ой! Такой небольшой парк у нас есть возле Днепропетровской областной администрации. Как-то показывала я вам, по-моему, в прошлом году, когда только открыли игровую площадку. Зимой перед Новым годом здесь начинают ходить Деды Морозы переодетые. Сейчас издалека покажу вам эту детскую игровую площадку. Мы как-то ходили сюда с моей племянницей, когда они только открыли, тогда здесь было очень красиво. Сейчас, ну, хоть все-таки вроде бы и есть те службы, которые обслуживают, но все равно. Но почему-то маем еще маем, как я ни один раз говорила, да? Убирать, чистить птичками все загаджено. Вот. Ну, пойти погулять можно. Конечно, хотелось бы, чтобы наши власти, все и Днепровские, и все украинские власти, чтобы любили себя. А любить себя, это все-таки надо быть культурным человеком. А что такое быть культурным человеком? Это, прежде всего, любить окружающих, любить свой город. Значит, что, если любить свой город, свой дом, свою жизнь, себя уважать? Значит, я считаю, быть культурным человеком должно быть везде чисто. Если уже сделали вот эти тротуарчики, они не должны проваливаться буквально на следующий день. Вот прошел какой-то год, и уже, я вам показываю, вы издалека, наверное, не видите, но яма такая вот, если ее замерить, сантиметров 20 будет в радиусе. Хотелось бы, конечно, чтобы они уважали себя, и тогда бы, если бы у них была, если бы у наших... Все начинается, как говорят, рыба в нее с головы. Если бы у наших властей, назовем их так, потому что они пришли к власти, затаскивают руку в государственный, в бюджет, и считают, что им это позволено. Ну, хотелось бы, чтобы это были только сплетни. Я никого судить не берусь, но когда прохожу по всем паркам, то вижу, что, ну, как-то мне становится довольно печально. Почему-то печально. Почему печально? Потому что хочется, хочется быть культурными людьми, хочется не кивать в сторону Германии или еще кого-то, а посмотреть, зайти в эту самую облдержадминистрацию и увидеть, что там сидят культурные люди, а не сидит охранник с засаленной маской, а тебе, говорит, оденьте маску. Точно так же, как каждый почему-то тыкают в твою сторону, а в свою не видят. Но я надеюсь, что все-таки, ведь мы живем не в 17 веке, и немножко мы ушли от жестокости, все-таки я надеюсь, что человечество победит, хорошее качество человека победят. И у нас будет все прекрасно, может быть, не в нашей жизни, может быть, это будут наши поколения, но мы идем, но мы идем, я надеюсь, к миру. Мы когда-то в советское время, еще когда были школьниками, мы писали, что нас ждет в 2000 году. Ну а сейчас, наверное, скорее всего, надо написать, что нас ждет в 3000 году. Хотелось бы, чтобы в 3000 году не было войн, абсолютно не было. А войн не будет только тогда, когда не будет оружия на земле, тогда не будет злости, когда люди не будут завидовать друг другу, сплетничать, и когда каждый будет думать, что же сделал я, тогда будет порядок. Тогда, я надеюсь, мы все будем людьми высокообразованными, культурными. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Всем хорошего дня! Пока-пока!